я сегодня решила приготовить последнюю порцию перцев фаршированных которые у меня лежали в морозилке я их на ночь достала из морозилки положила в холодильнике они вот уже подтаяли использовать буду замороженную морковь свежий лук у меня еще с лета осталось томатное пюре замороженное сегодня у меня времени достаточно поэтому я буду делать пассировку сама сейчас не буду использовать замороженную хоть она и есть в холодильнике и как раз я покажу как я делаю соус для тефтель перцев фаршированных я буду делать сразу двойную порцию часть заморожу часть сегодня использую и точно также пассировку я у меня здесь 150 грамм моркови и пол килограмма лука для одного раза это для 6 для 7 перцев это много но я уже буду это делать я уже буду жарить поэтому запасирую овощи частично заморожу вот в таком контейнере вот начинаю с того что я сейчас покрошу лук добавлю потом морковь а соус я чуть позже буду делать разогреваем сковороду на сковороду я добавляю топленое масло столовую ложку лук буду резать не сильно мелко лук у меня стал уже таким полупрозрачным добавлю сюда морковь морковь тоже удобно летом пока она недорогая один раз помыл почистил на кухонном комбайне я натираю и упаковываю мне не приходится из-за небольшого количества каждый раз доставать терку если бы не было замороженного перца если бы у меня не бывало там замороженного лука морковью чтобы приготовить там 7 перцев мне бы надо было такую эпопею пройти надо купить перец достать почистить его сделать фарш фаршем нафаршировать перец почистить лук морковь все это обжарить ну то есть из-за 7 перчиков такая длинная эпопея а в идеале вот когда я один раз много перцев фарширую замораживаю заморожена заморожена у меня хранится пассировка настолько быстро готовится вся это все эти блюда достал разморозил сложил в одну кастрюлю у тебя готовый ужин да летом конечно в сезон я трачу на это какое-то время но во-первых овощи мы покупаем летом один раз купили большой объем один раз делали и у нас пол зимы мы едим полуфабрикаты первых очень удобно во вторых это так облегчает ежедневную мою рутину вот эту кулинарную как кто-то из моих подруг сказал что я заморачиваюсь с полуфабрикатами потому что много свободного времени я считаю наоборот что я освобождаю себе время вот таким способом я могу полдня проездить в городе своими делами заниматься потом вернуться за полчаса до приезда мужа и быстро устроить горячий ужин один раз пожарила но получается я сегодня буду использовать пассировку и еще у меня на три а то и больше раз готовая пассировка уже я начиная готовить соус сначала собиралась использовать на мат ную пасту и томатное пюре которое у меня было слета в морозилке но обнаружила вскрытую банку томата муж перепутал место томатного сока открыл томат поэтому я сейчас буду использовать томат половина томата половина томатной пасты если у вас нету томата или сезон такое что вы не будете использовать не будете покупать свежие помидоры, делать из него томат, то вы можете тогда ту порцию томатной пасты, которую я буду указывать в рецепте, просто умножать на 2. Либо если вы делать будете на одну порцию, например, из 6 перцев или там, например, половины кастрюли тефтелей, то в принципе вам одной порции томатной пасты, которую я укажу в ингредиентах, вам будет достаточно. Для того, чтобы томатная паста потом не вызывала изжогу, ее рекомендуют прожаривать. Мне нужно сейчас дождаться, когда разогреется масло. Я не часто использую томатную пасту, потому что у меня в принципе всегда бывает томат дома, но именно вот для подливок я периодически ее использую. У меня томат домашний, он прям такой густой, поэтому я заранее закипятила чайник с водой. Я сейчас томатную пасту прогрею, волью туда томат и разбавлю это все горячей водой кипяченой, чтобы она быстрее вся эта масса закипела. Все, томатная паста у меня прогрелась пару минут. Я вливаю так. Видите, я столовую ложку овощной заправки, у меня вот эта маленькая ложка, поэтому я ее считаю как половину, добавляю, чтобы в жидкости эти овощи раскрылись и отдали аромат и вкус. Если у вас, а я предполагаю, мало у кого есть такая заправка, если нет, если вы не используете, то этап с заправкой овощной пропускаете. 100 миллилитров воды кипяченой, кипятка прямо я сейчас добавила. Почему я сразу не добавляю всю воду? Есть кипяток, который я предполагаю сюда добавить. Я не вижу смысла замораживать воду. Соус у меня покипел 10 минут. Я сейчас часть уберу в морозилку замораживать. Ну, в смысле, я ему дам сначала остыть, а потом замораживать. Я сейчас это заморожу в этой форме. Потом, когда оно полностью схватится, я выну из этой формы и переложу в вакуумный пакет, чтобы он не вымерзал. Вот так вот я его вынула из емкости, в которой она замерзала, и потом я упаковываю, чтобы он не вымерзал, чтобы он долго оставался вкусным и аромат другого, например, продукта. Хоть у меня все вакуумировано, но все равно, чтобы не было запаха холодильника. Все, я это отправляю на остывание. Вот так, когда сейчас у меня все остынет, я отправлю в морозилку. Было бы хорошо, если был бы еще один перчик, но ничего. Теперь я соус раскладываю сверху, включаю огонь. Я точно так же сверху укладываю морковь с луком. Немного присолю сверху, потому что у меня соус совсем не соленый. Добавить сюда специи перец, кориандр, любые специи, которые вы любите. Доводим до кипения. На медленном огне я буду готовить перец 35 минут. Перчики готовятся у меня 35 минут. Насыпаю зелень. У меня свежая была петрушка. Я его сейчас выключаю и даю настояться полчасика. Все, вкусный перец готов. Болгарский перец не нужно долго готовить. Вот оно у меня, все блюдо готовилось 35 минут. И перец остался уже приготовленным, но не киси миси. Мясо полностью готово. У меня внутри здесь фарш с рисом и зеленью. Я люблю делать это так. Раз. И сочный, сочный получается такой. А если тут еще пюрешка лежит картофельное, это вообще восторг. Горячо, но неприлично вкусно. Я пошла обедать. Этоллендιά, если... Или. ОК ИТО. Продолжение следует...